Здесь будет город-сад. Очередное видеописьмо мы получили от наших телезрителей, жителей Петровского проезда. Гаражи, многие из которых были самовольно установлены еще в 80-е годы, наконец собираются сносить. Об этом говорят объявления, вывешенные на постройках. Хозяева гаражей, конечно, не особенно довольны, но приходит время наводить порядок. В этом году в план по благоустройству вошла выше названная территория. Мы знаем абсолютно достоверно, что ни у одного человека нет прав собственности на землю, на котором расположены эти строения. Поэтому если гаражи или сараи будут оставлены как бесхозные, мы будем их убирать в рамках решения Совета депутатов о сносе незаконно установленных строений и сооружений. На территории порядка 7 гектар будет располагаться сквер. Сосны и другую растительность сохранят. Продолжат пешеходные дорожки, каждая шириной около двух метров, для того, чтобы их уборкой могла заниматься спецтехника. В сквере сделают освещение. В общем, создадут все условия для прогулок и отдыха. В том месте, где сейчас находятся гаражи, вот примерно эта зона, мы планируем устроить около 30-40 машин и мест, с тем, чтобы освободить проезжую часть тех гостей, которые посещают эти места. Соответственно, вот это парковочное пространство. Со стороны дома 27 и 22 также устроим парковочные карманы. Это позволит удобно размещать свой транспорт и туристическим группам, приезжающим в Свято-Екатерининский мужской монастырь, и другим автомобилистам. Кстати, на месте старого дома, находящегося вблизи монастыря, силами прихода будет построена воскресная школа. Ну а благоустроительные работы по созданию сквера пройдут в два этапа, первый из которых уже в этом 2016 году. На это мы потратим около 6 миллионов рублей. Ну, первый номерный этап будет заключаться в том, чтобы устроить тротуар вдоль проезжей части, сделать парковочное пространство и ряд основных дорожек. В 2017-м работы продолжатся. На создание сквера и парковочных мест из бюджета выделят 17 миллионов рублей. А если говорить в целом о поселении, то в нынешнем году на благоустройство будет освоено порядка 150 миллионов.